всем привет это у нас гамма спектрометра атом спектра 1 внутри в него в корпус установлен сейчас кристалл 40 на 40 миллиметров натриот активированным талием и установлен внутри корпуса сосуд marinelli вокруг кристалла ровно по размеру счетчика и в него сейчас засыпана черника конечно же с чернобыльским тази так смотрим на скорость счета без домика 137 cps импульсов в секунду вот набирается наш спектр шуму минимум от 20 кило электрон вольт мы видим все вот ниже 20 килограмм вольт уже вот пошли шумы то есть мы все видимо 20 килограмм вольт ну и до 3 мега электрон вольт но больше уже не позволяет этот спектрометр нами не нужно больше нам главное сюда чем ниже все 138 cps это без счетчика чернень без домика черника показала вместе с фоном планеты запомнили сохраняем этот спектр вот это печок это калия 40 бугор природного вот он хорошо видно калий 40 в конец вот так поместим все супер и теперь сейчас поместим в домик посмотрим как изменится скорость счета сейчас 138 запомнили это с черникой теперь создаем новый файл помещаем смектрометр в домик поместили вот так в любую точку там куча места смотрите сколько места диаметр домика вот это из латуни 155 миллиметра по моему сюда поместится 2 там спектра одновременно запускаем старт смотрим что у нас в домике а в домике уже с черникой 45 cps 45 импульсов вот так вот вот на так а это ца здесь 137 на 662 кило электрон вольта это не калий 40 калий 40 я был ошибся это так набирается быстро пик циазия 137 я ошибся извините калий 40 так быстро не наберется он будет вот там где-то дальше на 1000 400 кило электрон вольт а если растянем вот уже растет пик сейчас покажу его вот я установил курсор на 32 к 32 к электрон вольта это барий 137 ну как говорят спутник цезия 137 на спектре он не считается отдельным так ну смотрим 41 cps уже в принципе устаканилась так 41 и и 8 десятых в домике с черникой давайте чуть-чуть подождем наберем спектр смотрите какой уже бугор какой бугор цезия 137 увеличил так наглядно и теперь тесты вот это у нас растет вот пик барий 137 это цезия 137 32 кило электрон вольта 662 кило электрон вольта но нас интересует больше cps какой 41 от черники теперь дальше провожу тест сейчас мы достанем эту чернику и замеряем без чернику и замеряем без чернику сколько cps скорость счета в домике и без домика вот это самое нужное смотрите какой уже пик барий 137 и какой огромный цезия обалдеть так 6 с половиной процентов разрешение кристалла смотрите 6 и 4 десятых вот это прошло времени только 220 секунд набора спектр набора спектра уже такой показатель то есть чем лучше домик чем он тяжелее чем лучше защита тем лучше у вас будет разрешение кристалла вот очень хорошо даже видно пик и этот я этот ну все я останавливаю спектр 42 в общем остановились мы на 42 cps это черника в домике теперь теперь давайте посмотрим без источника радиации просто скорость счета в домике и без домика самым кристаллом без черники устанавливаем спектр здесь запомнили 42 cps а ну давайте еще ради интереса а ну ладно так создаем новый так каналов здесь слишком много поставил ну чтобы у меня тоненькие эти линии были и лучше все видно так достаем наш спектрометр переворачиваем это я заклеил фольгой много слоев тонкой и малярной лентой для того чтобы свет не проникал сквозь щели внутрь спектрометра потому что это происходило он все таки не герметичный этот корпус и свет попадает даже сквозь вход usb вот этот и там светодиод еще вверху есть и болтов много очень где-то штук 10 болтов и через все щели попадает свет внутрь я это проверял без кристалла замерял это не шумы были это именно свет попадал внутрь потому лучше еще заклеивайте чтоб убрать помехи светом вот так я даже не отключаю спектрометр главное остановить набор спектра и сейчас извлечу щельнику смотрите как тут у меня все сейчас покажу ну вот смотрите вот крышка здесь эти вот болты через щель все равно попадает свет открываю вот крышка она не герметичная здесь синтепон и бумажное полотенце для фиксации это сосуд уже маринели он из корпуса состоит и в чистом герметичном стерильном пакетике черника со всех сторон кристалла аккуратно вот так нужно ее достать вот достал и вот так посередине находится кристалл вокруг него туда падает вся черника и сверху покрывает здесь черника это такой сосуд маринели прямо из корпуса я сделал отлично просто так надо зафиксировать по центру кристалл по бокам поставим синтепон чтоб он не скользил можно можно и полотенца вот и закрываем крышку без черники будем мерить ну все закрыл опять из света помещаем в домик вот можно еще ниже там вот такой пептик это был запал дильза его можно срезать бурмашинкой будет еще на два сантиметра ниже ну и так с головой запускаем спектр старт ну смотрим старт так что-то пошло не так больше цпс чем с черникой появились шумы значит где-то да больше шуму появилось значит где-то кристалл плохо там прилегает лежит сейчас перезапустим набор заново все поправим старт а теперь все нормально так вот у нас а нет 44 цпс 47 50 так шумы у нас да возросли аж до 20 до 29 к все шумы нужно избавиться от шуму сейчас будем решать этот вопрос так ну смотрим как есть запускаю пока без домика свинцового спектр смотрим сколько у нас 125 цпс вот есть шумы примерно несколько килоэлектрон вольт до 22 кав идут шумы дальше все нормально вот фон планеты 135 цпс уже выравнивается скоро счета сейчас узнаем какая она это без домика вот на 135 остановилась значит 136 цпс без домика хорошо помещаем спектрометр в домик кстати кто не знал вот после помещения не сразу спадает цпс оно медленно спадает как видите 123 122 потому на этом уже полотне рисовать нет смысла оно там усредняет долго спадает надо создать новый нажать старт и сразу упадет цпс скорость счета вот 30 цпс это с шумами прям вот в домике ой без домика 115 а нет 138 138 138 а в домике 33 33 но это с учетом шумов их сейчас нет времени убирать я их просто вот так выделю и посмотрим вот я выделил сколько здесь всего импульсов всего импульсов так скорость счета так сколько у нас энергия так 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 вот всего импульсов 14 48 цпс над фоном фон у нас нулевой значит здесь 20 и 4 сотых цпс эти шумы у меня дают 21 да 21 цпс пусть будет и растет даже 22 давайте их отнимем шумовы у нас на 22 цпс 24 он еще растет ладно ну будем считать 25 27 так а есть 44 45 значит всего у нас фон в домике без шумов 20 цпс 20 а без домика отнимаем шумы будет 110 вот так значит гасит фон планеты домик в пять с половиной раз хороший домик доброт но это все по колхозному сейчас по быстрому я в полевых условиях как-нибудь снимаю все для своих без прилюдий так хорошо 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 ну все все что мог показал размеры домика кому интересны очень точные что на герциркулем есть на ютуб канале моем видео называется свинцовый домик и там найдете или строим свинцовый домик поднять самому его невозможно весит он весил около 100 килограмм точнее где-то было 98 точно не помню этого уже с головой достаточно для любительской спектрометрии для фэн-шоя можно еще сверху и крышкой закрыть свинцовой ее легче всего сделать взять металлическую цилиндрическую коробку от конфет и залить свинцом и просто сверху вот ставить вот это обрезать лишнюю гильзу или если не обрезать то вот здесь бортики сделать и залить еще выше свинец а вот тот птик срезать можно будет глубже это капсуль с порохом был ну все всем пока ну все все